18 километров мусора. Работники Благовещенской ТЭЦ в рамках чистой акции взяли на себя повышенные обязательства. Спасателям не до смеха. Специалисты диспетчерской службы просят горожан не мешать им работать. Живы благодаря потомкам. В 26-й школе презентовали книгу памяти. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Энтузиастов не пугает погода. Знает наша съемочная группа, которая выехала на субботник с утра пораньше. Это сколько делали все вот это вот. И полностью мешок весь вот полный. И здесь еще вон. То есть нормально, не надо никому. У художника-оформителя Благовещенской ТЭЦ Ольги Грицай и работа творческая, и мусорные находки соответствующие. За полчаса уборки ей попались не только с десяток банок с соленьями, но и сломанный телевизор и даже пара элементов гардероба. Женщина смеется. Судя по выброшенному, кризис по Благовещенцам не ударил. И замечает, утренний субботник явно поднял настроение. До этого энтузиазма совсем не было. Конечно, лень. Ну, это же судьба нас позвала, так сказать, в лице руководителя. Посмотрите, какие у меня хлопцы потрясающие. Я одна здесь. Как же мне будет сложно. Они мне помогают. То есть я вот только поднимаю, ребята носят мешки. То есть это без проблем. А мешки набирались полнехоньки. Даже ветер не мешал работникам. Сдуть здешние бутылки до коробки ему было не под силу. Теплотрасса в районе Тепличного – одно из самых грязных мест в уборочном маршруте работников ТЭЦ. Тяжело приходится и в частном секторе. В этих районах вывозим в день по два, по три КАМАЗа. По три КАМАЗа вывозим, грузим погрузчикам. Люди привыкают, что работники ТЭЦ уберут, где индивидуально все. Они, чем им вывозить куда-то на свалку, им проще выкинуть по трубе. Расчищают окрестности теплотрассы работники ТЭЦ дважды в год. И не только чистоты ради. Летом здесь начинается ремонт труб. А из-за мусора к ним просто не подобраться. Бардак в основном разводят владельцы гаражей. Впрочем, у работников ТЭЦ есть свои варианты решения проблемы. Контейнеры – выход, но больше население, население само, кто пользуется. И я так думаю, может быть, наше руководство. Кого-то, ну, постой час и наловишь тут народу. И штрафуй, пожалуйста, чтобы это показательное было. Больше ничего. Юлия Мишурнова, Александр Матвеев, программа «Город». Администрация города напоминает, что весь мусор, собранный в рамках акции, ни в коем случае нельзя сжигать. В городе и области продолжает действовать режим ЧАЭС в связи с пожарами. Всего за минувшие сутки пожарные потушили 64 пала. Больше всего возгорание сухой травы зафиксировано в окрестностях Благовещенска и Благовещенском районе. Городские спасатели без отдыха работают третьи сутки подряд и с нетерпением ожидают дождя, который обещали синоптики. Впрочем, точно так же они надеются на сознательность граждан и предупреждают. За разжигание костров в лесах горожанам грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Должностных лиц накажут на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Юридических – от 100 до 200 тысяч. Амурской лесоохране дадут денег. Россельхоз, наконец, вернет недовыплаченные субсидии за прошлый год. Средства в размере 128 миллионов рублей поступят в область в конце апреля. Эту тему в Совете Федерации уже неоднократно поднимал сенатор от Преамурия Николай Савельев. Но результата удалось добиться только сейчас. После последней корректировки федерального бюджета необходимые средства изыскали и решили в первую очередь рассчитаться с долгами перед регионами за прошлый год. Теперь в Преамурию будет на что тушить пожары. А с профилактикой возгорания дела обстоят хуже. Все из-за того, что в рамках тотального сокращения расходов МЧС России предложила закрыть эту программу. Как-то нелогично звучит несколько, в связи с чем мы приняли решение. И на следующее заседание комитета на 28 апреля для заслушивания ответа на вопросы приглашаем министра по чрезвычайным ситуациям Пучкова. Он нам расскажет, каким образом они дали такое предложение, когда сократили полностью 100% средств на профилактику пожаробезопасности. Спасатели просят горожан не мешать им работать, особенно сейчас, когда весь регион живет в режиме ЧС. Телефонные хулиганы занимают линию, когда кому-то нужна реальная помощь. Из 1104 сообщений на прошлой неделе 943 оказались неудачной шуткой. Как забава может привести к трагедии, узнаете из следующего сюжета. Эту фразу дежурные в единой диспетчерской службе произносят по 150 раз в сутки. Их задача не просто принять информацию, а провести небольшое расследование, прямо не сходя с места, по телефону. Диспетчер при ответе на звонок должен убедиться, что на обратной стороне кто-то есть. То есть, если там даже никто не отвечает, он обычно, может быть, человек не может сразу ответить. То есть, он должен несколько, хотя бы несколько секунд «Алло» поспрашивать. Может, ситуация такая не позволяет говорить звонящему. Поэтому это отнимает ряд времени, и невозможно определить, кто это – ребенок, взрослый, пустой звонок, ложный и так далее. На обработку данных уходит от пары секунд до нескольких минут, любая из которых порой на вес золота. Вот только ценят это время далеко не все. Из общего количества звонков, поступающих в Благовещенскую ЕДДС, 80% пустые или, хуже того, ложные. Молчание или псевдостроумное высказывание отвлекает от работы диспетчера и занимает линию. В то время, когда кому-то действительно нужна помощь. А ложные сообщения заставляют впустую работать еще и мобильные группы спасателей, которые в это время могли бы тушить пал. Такие сигналы незаконны и строго преследуются, о чем некоторые операторы предупреждают сразу. Номер вашего телефона определён. Рассказан автоматически записывается. Советуемо, ложные сообщения и хулиганские действия преследуются по закону Российской Федерации. И это не пустые слова. С телефонными хулиганами ведется плотная работа. Сейчас все телефонные звонки записываются на специализированную службу. То есть мы устанавливаем по номеру абонента, кому принадлежит, выходим на адрес. Если лицо, позвонившее на номер 112, является несовершеннолетним, мы, как говорится, сотрудники полиции опрашиваем его, а также родители. И родители привлекаем к административной ответственности. Взрослых штрафуют, а детей берут на заметку в отделе по делам несовершеннолетних. Так что, если уж очень хочется юморнуть, звоните друзьям. Только они по достоинству это оценят. Шутить с безопасностью других не остроумно, а аморально. Ольга Туманис, Денис Лугов, программа «Город». Попасть на соседний берег Амура туристам теперь можно только на Пуме. Сегодня из Благовещенска в Хэйхэ и обратно начали курсировать суда на воздушной подушке. Стоимость билетов осталась на уровне прошлого года. 2200 рублей придется заплатить за обычный билет на Пуму. На 500 рублей больше отдадут люди, которые захотят пройти через зал повышенной комфортности. Из Благовещенска в Хэйхэ суда будут отправляться с 9 утра и до половины шестого вечера. Количество рейсов зависит от пассажиропотока. Однако большого числа желающих попасть в Китай перевозчики не ожидают. Владельцам же грузового транспорта еще можно перебраться в соседнюю страну по понтонному мосту. Однако 19 апреля движение и по нему будет закрыто. Судьбу незаконной гостинки по адресу Шевченко 121-1 можно решить только путем компромиссов. Здание не снесут, если застройщик оформит как положено участок под строительством. И в этом ему поможет житель частного дома по соседству, который как раз и добился сноса гостинки через суд. Арбитром в этой ситуации решила выступить администрация города в лице заместителя мэра Дмитрия Тетенькина. Он накануне встретился с жителями гостинки, о которой наша телекомпания снимала сюжет на прошлой неделе. Люди купили здесь квартиры пять лет назад без каких-либо гарантий. У застройщика даже разрешения на строительство не было. Здание доставляло массу неудобств соседу, живущему в частном доме. Вот он и подал в суд. Тот постановил снести гостинку. И приставы уже объявили тендер на проведение работ. 15 мая крайний срок выселения жителей, а их тут 14 семей. Чтобы ситуация не дошла до крайней точки, вмешались власти. Мы встречались с этими людьми. Обе стороны выразили понимание в решении вопроса. И они стремятся найти взаимовыгодное решение к цели приобретения земельного участка и объекта у ваших соседей. Если компромисс будет найден, застройщик сможет узаконить новостройку. Пока владелец соседнего участка взял время на раздумье. Городская администрация подготовила памятку для родителей, претендующих на льготу по оплате детского сада. Она поможет правильно оформить все документы, чтобы как можно быстрее получить необходимую социальную поддержку. Напомним, с 1 марта в Благовещенске расширен перечень льготников, которые получают 15-процентную скидку на оплату детсада. На соцподдержку могут претендовать семьи с доходом ниже прожиточного минимума на одного человека. А также родители, воспитывающие трех детей, одновременно посещающих детский сад. Последние, например, благодаря льготам и компенсациям, за троих детей будут оплачивать всего 6 693 рубля в месяц или по 106 рублей в день. С полным перечнем необходимых документов можно ознакомиться на нашем сайте tvgorod.ru. Кроме того, задать любой вопрос по родительской плате можно по телефону горячей линии. Стоимость путевок в пришкольные и загородные лагеря в Благовещенске останется на уровне прошлого года. Власти приглашают родителей задуматься о детском отдыхе уже сейчас. Летний оздоровительный сезон стартует 3 июня. В Благовещенске летом будет работать 19 пришкольных и два загородных лагеря. Путевка на отдых при школе обойдется родителям младшеклассников в 8 тысяч рублей. За детей старше 10 лет придется отдать 8 700. Это с учетом возмещения части родительской платы. Власти планируют возвратить 4 200 рублей. А путевки в загородные Огонек и Гагарина и вовсе подешевеют. Они обойдутся родителям в 23-25 тысяч рублей. 5 тысяч рублей компенсируют из городского бюджета. Для этого достаточно обратиться в Управление образования Благовещенска. 8 и 9 мая в дни празднования юбилея Победы Благовещенские власти планируют принять максимальные меры безопасности и организовать усиленное патрулирование мест большого скопления людей, участников и гостей праздника. К такому решению пришли члены антитеррористической комиссии, которая прошла в мэрии. Круглосуточно охранять общественный порядок планируют не только в местах торжеств, но и возле городских памятников. Их приведут в порядок к 9 мая, поэтому правоохранители постараются пресечь возможные попытки вандалов испортить вид. А руководство Управления культуры выдвинуло свое предложение – установить патрулирование набережной с 1 мая. Именно в это время в областной столице стартует фестивальное движение «Культурный город на набережной». Мероприятия в рамках него будут проходить трижды в неделю. Мы хотели бы заострить внимание правоохранительных органов на том, чтобы все-таки патруль время от времени осуществлял свою деятельность и на участке набережной, как раз это участок в районе Проникатера, Триумфальной арки, городского парка и до улицы Мухина. Вот это территория. Военные истории в детском изложении. Книгу памяти презентовали сегодня в 26-й школе. Издание находится в единственном экземпляре. Туда вошли рассказы учеников о своих предках, рисунки и стихи о войне. Что пришлось править в текстах педагогам и как в учреждении планируют использовать эту книгу – об этом сюжете. Он умер при форсировании, не прав 30 лет, и имеет звание Героя Советского Союза. О своем родственнике Лисине Иване Павловиче, шестиклассник Степан, написал целую историю. По воспоминаниям бабушки и дедушки, а также документам, что нашел во всемирной сети. Наводчик пулемета стрелкового полка Иван Лисин до войны был простым лесорубом на станции Талдан, что в Сковородинском районе. Продолжить любимое дело ему так и не удалось. В 44-м Иван Павлович погиб. Он со своим отрядом из пяти человек, один из первых, занял плацдарм возле города Лоев в Белоруссии. После этого ему вручили звание Героя Советского Союза. Мне приятно знать, что наш родственник был такой великий, смелый, честный человек. И такими рассказами книга памяти полна. Ее собирали несколько месяцев, материалы приносили сами школьники. Тексты, то, как историю своих предков видят ребята, учителя не редактировали, максимум поправляли орфографию и пунктуацию. На торжественную презентацию книги пригласили ветеранов Великой Отечественной. Ученики и педагоги школы уже решили. В следующем выпуске напишут именно о них, тех редких людях, что остались живых. Но и этот экземпляр здания на библиотечных полках не запылится. Мы планируем эту книгу использовать на уроках русского языка и литературы. Какие-то моменты, какие-то отрывки, какие-то стихи, чтобы дети читали, послушали. И, может быть, это сподвигнет их на то, чтобы они еще другие стали писать о своих дедушках, о своих прабабушках. Пока книга памяти 26-й школы в единственном экземпляре. Впрочем, почитать ее сможет каждый. Электронный вариант будет доступен всем ученикам. Регина Сорокина, Михаил Величкин. Программа «Город». Сердцебиение Юлии Савичевой совершенно бесплатно услышит наш телезритель Игорь Ильин. Билет на одноименный концерт он выиграл в постоянной рубрике «Лишний билетик». Благовещенец быстрее всех ответил, что Юлия Савичева родилась в городе Кургане. Выигрывает в нашем розыгрыше Игорь второй раз подряд. Опять азарт. Быстрее бы всех ответить. Зашел в интернет, нашел Юлию Савичеву. Все, тут же ответ. Сегодня азартный и удачливый Благовещенец получил бесплатный билет на концерт Савичевой, а также сертификат от салона цветов «Синяя птица». На последний выигрыш он купит букет исполнительницы, песни которой Игорю очень нравятся. И на сегодня это все. Благодарю вас за внимание. Напоминаю, что наши новости доступны на сайте www.tvgora.ru. А также вы всегда можете связаться с нашей редакцией по телефону 52-4202. Всего доброго и до встречи в следующем выпуске. В пятницу, 17 апреля, в Благовещенске утром 5 градусов выше нуля. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный слабый. Днем столбик термометра поднимется до плюс 10. Пойдет дождь. Вечером плюс 8. Дождь усилится, а ветер подует с севера. Ночью ветрено, дождливо, холодно. Всего 4 градуса выше нуля.